так ребята всем привет это новое youtube шоу на канале площадка которая называется номинации здесь мы будем выяснять то лучше всех из нас разбирается футбольных приколов давайте начинать так у нас замена случайно и случайно если я годами проворачиваю что по застрял ставрополь я так по дверью ждал все это время и он в итоге оказался рядом с нами я очень рад что ты здесь то не круто потрясаю спасибо что позвали спасибо что именно я был вот этим человеком кто такие да блин же все отказались кто еще ты представляешь сколько людей до тебя отказали что ты на мой ухо это мы самого верха спустились ты токсик вообще ты был первым кому позвонили нас после шнякина вот смотрите кто ваши кумиры вот звонят не приезжай пожалуйста мы тебе вызовем бизнес такси и я в невероятном комфорте на бмв приезжают такой блин реально по цене обманули выхожу из машины возле съемочного павильона и тип не в спину говорит а оплата наличными узнаю канал площадка здесь мы соревнуемся друг другом нам даются футбольные номинации в которой каждый из нас заранее подготовил свою кандидатуру чей вариант окажется лучше решать зрители в зале с помощью приложения с голосованием кто из нас победит в большем количестве номинаций победит выпуске так как ты первым залетел сюда давай мы с тебя и начнем давай с удовольствием вы наверное догадались да уже что все эти подборки делал за меня дима потому что у меня нет времени у меня дела у меня поэтому давайте перейдем пожалуйста к моему референсу он кстати очень забавный я надеюсь дима не подвел меня это месси месси кимоси да хороший вариант я подобрал это показалось в начале это на месте была не пена для бритья а результат того когда вот пос узнал что месси получил золотой мяч это хамшотты миши да я его и дал виду это не пена для бритья было а что это это чаще и средство это умывалка там же да умывалка да там уже сказал очень приятно ты думаешь он вообще конченый так как бречься покажи я вот так я вот так а как ты угадал что это месси ты он еще на белом лице такой это пос выбирал слушай я болею за реал мадрид для меня если кто-то конченое такое это месси тупость когда он говорит мне 25 и компания компания какая-то привязанная привязанная хуйня он может каждый год так делать ко мне 25 и компании 25 не 26 и компания 26 он же не летел в китае мы прикинь дома он женой дома и рассказали чем-то белом ли а лицо на маш на маш чем скажи что приятненько на китайском 10 миллионов долларов ты понимаешь что он да он такой но это точно какой-то вебкам сайт рекламирует но это вряд ли умывалка кстати у тебя т.з. намажь белым лицо и скажи приятненько ты такой наверняка эту рекламу в обратном порядке пускают и за эту рекламу очень много денег роналду отдал это заказчик через него запомните эту рекламу давайте переходить следующему ролику игорь твой ролик давайте посмотрим мой ролик футбол это просто игра, ребята, не о том, что это не о тактиках, не о том, что это не о том, что ты проживаешь идеи. Нет, 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 это не о том, что это робота, у меня уже есть новые движения. я хочу чтобы вы угадали реклама я знаю я знаю это короче визитная карточка крауча как ведущего на свадьбу если эта реклама не галстук а на хуй его столько показывали. Так что это за реклама можешь сказать? Т-мобайл это типа мегафон. Не, я знаю что такое Т-мобайл, там мобайл есть. А где тут связь какая-то? Вот связь с вами. Класс, давайте следующий ролик посмотрим, я следующий ролик показываю, поехали, реклама разъем. Да, да. Блять. Это вы, Денис Борисович? Вчера на 93-й минуте мимо ворот пробили. Надо били мне пас отдать братуха. Хорошо, что у меня с зубами все в порядке. Че? И что мать только завтра. Вообще сколько еще будет нас в стране? Скажи братуха. В стране сколько еще? Я? Это же ты был? Это вырезать, это срочно вырезать. Не, не, это не вырезать. А, вырежьте и мне вотсап сразу скиньте, чтобы удобнее было раскидывать. Так, а вот за всякими расовыми стереотипами вы уловили рекламу чего это было? Я увидел, что это зубная паста? Да, зубы, зубы. Но меня просто повеселило. Вот ты сказал, что это хорошая реклама, я вообще не согласен. Почему фраза «хорошо у меня с зубами все в порядке»? Ну то есть она вообще... Ну это хорошо же, когда зубами все в порядке. Давайте по факту уже. Нет, это действительно хорошо. Если бы он прошнулся в дерьмовом состоянии, такой, бля, еще и зубами не в порядке, нахуй. Давайте остановимся и следующий ролик посмотрим. Леха твой. Ну вот, вот же класс, Криштиану. Смотрите, ты зря стал говорить. Слишком рано, бля. Опа. Что это? Теперь сосать чайку стало еще удобнее. Что это такое, нахуй? Короче, это тренажер японской компании для того, чтобы была потрясающая улыбка. И Роналду говорит, что, мол, он сам действительно пользовался этим тренажером. А есть хоть один кадр, где он у него во рту? А можно дальше включить? Он его в рот не берет. Он такой, да, да. Это слишком лайтово. Очень классная штука. Улыбка такая. А, такая тема, человек. Я к тому, что логично, чтобы Глушаков после такой, бля, зато с зубами все в порядке. Вот эту хуйню должен был вставлять. Вот, это вот была бы нормальная реклама. Я просто представляю, если я такой товар куплю, и пойду куда-нибудь на улью, в метро, прикинь ты, в метро, едешь такой. Есть время в грустной атмосфере поулыбаться, бля. Ну, вот это в моем рейтинге, наверное, с первого места подвинуло вот другое странное упражнение, когда надо вот так в тренажерном качать вот что-то в промежье, понял? Нет, опять, надо. А? Не надо. Ну, девочкам надо. Или я не читал Конституцию. Ты это никогда не знаешь? Никогда не знаю. Не-не, смотри, если девочки, ты не в курсах. Слышишь? Если они это не качают, Игорь, ты вообще зря балуешься. Если они... Это что-то прямо было на авторитетном сейчас сказано. Не приходите с отцом никогда на съемку. Ну что у вас за плотность такая? Вы успеваете четыре шутки сказать между двумя моими словами. На этом тренажере юмор качаем. Подождите, а... А как это называется? Вот эта штука, которая вот так вот делает, в какой области она тренирует улыбку? Ну она мышцы вот здесь качает. Вы не понимаете, она тренирует не твою улыбку, а окружающие такие... Ну и мудак, конечно. Давайте голосовать. И все, Леха Старкович обидел. О, второе место. У меня второе. Да, я начну, пацаны, не переживайте, у меня все под контролем. Лучший двойник футболиста, пожалуйста, мой референс. Бля, это он. Блин. Нет, не он. Я не знаю этого типа, это не он. Давайте голосовать. Он действительно похож. Я даже подозреваю, что несколько раз он потрахался за Месси. С женой Месси? Месси же ни с кем не потрахается больше. За золотой мяч? Двойником Роналду. Там два. Вообще, это он сейчас в PSG играет. Месси говорит, я чисто на Лигу Чемпионов выходить буду. Там пусть мой двойник бегает. Все-таки, почему в Чемпионате Франции так плохо играет? Потому что там играет какой-то тип, похоже. Он вообще правша. Да, да. Давайте посмотрим Алексея Стаховича, лучший двойник. Так это сам стах же, вон справа. Это же вообще, прикинь прикол, реально. Он не знал, Леха, что номинация, и перед выходом ему говорят. Там еще лучший двойник футболист. Он такой, нет. Это в универе фотка на пропуске вообще. Любого студента. Не, ну да, реально похож. На самом деле классный, классный. Мне нравится. Давайте голосовать, кстати. Подождите, куда голосовать? Куда голосовать, блядь? Я своего двойника еще не показывал. О, это будет френд, получается. Так, мой двойник. Поехали. Это разные люди, никогда не поверю. Это точно он. Я даже знаю, с какого видео это. Это реально не Дзюба? Не Дзюба. Это не Дзюба, это мошонка вообще, по-моему. А справа? Он развивается. Я думаю, что он не похож. Я считаю, абсолютно не похож. Вы в натуре это говорите? Вообще похож. Давайте мой, посмотрим на экран. Да, лучше мой двойник, пожалуйста. Нормально. Всю ночь выбирал. Да. На самом деле это бекао. Это, блядь, жестко. Не, был просто прикол. Долгое время в паблике в ГИК кто-то вкинул то, что это бекао, и там прям миллион мемов было на эту тему. Голосуем. Давайте голосовать. Голосуем за последнего. Лучший двойник футболиста. Кеток победил. О-о-о-о-о-о-о-о! Несмотря на то, что ты был очень смешным. Я опять второй занял. то что ты вместо позова не означаешь должна быть импровизации по тексту самый необычный защищающий не надо придумать короче моя итак следующий конкурс самый обычный титульный спонсор значит давайте мое 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 вот пожалуйста необычный титульный спонсор мне кажется классный ну что это такое что необычный азербайджан классное государство поддержал атлетик а у тебя там ипотека в этой стране или смешно что у них девиз дал эндо фай у меня после слова фай автоматически мозг договаривает in the hall всегда сколько бы а я могу вам про свой возраст сказать у меня после фай обычно фаина фаина добавлять а я вам хочу про свой возраст сказать копа дэл рэй это брат даны ланы дэл рэй да я считаю что еще неправильно что написали просто название азербайджан это никто не запомнит надо было просто азербайджанцев каких-то распечатать да да надо было вот здесь фотки тип вот так чтобы они как так давайте следу надо извиниться мне кажется заранее извини ром давайте посмотрим мою давай твою посмотрим больше эмоции человека конечно смущает чем да то есть пост считает что burger king это что-то странное но еще прикольный факт что когда они подписали вот этот контракт клуб показал какую-то невероятную статистику и 58 голов забили соответственно 58 раз на трибуны с поля смотрел вот этот логотип мужика и вот так в небо позвонил позу он тебе все рассказал давайте лёхи посмотрим это похоронное бюро а как команда называется да я не знаю какой-то греческая похоронник есть у них кстати я уверен не ни одного матча не было чтобы после кто-то к ним подошел такой давай футбол посмотрим мою рекламу объяснение да короче бордель бордель у них является а титульным спонсор я подожди а что бордели надо рекламировать ты заявил а что в своем мире блять надо рекламировать расскажи а о памперсы прически блять прокладки burger king burger king это твоя была я вот этот тип который справа он почему не не ну не в строю вот это у меня до его выборе там только что я даже знаю кто-то отмечен хуй прикрылка для вот этим который вот тема слева слева 2 вот посмотри на лицо ему это когда грязные это из турецкого сериала из-за тиблии критики и ленингу жестко ссать в уголе это причем ты уже для себя просто говорил на кова так как кубок каркадом 3 но обращаюсь потом он запишет бля и единственное видео в тиндере будет у него если вы хотите чтобы футбол было интересно смотреть то делайте ставки в приложении винлайн скачивайте приложение по ссылке в закрепенном комментарии регистрируйтесь и получаете фрибет 2000 короче этого игрока зовут фрэнк воррингтон и он должен был перейти из хадерсфилда в ливерпуль и он завалил медицинский тест его отпустили подлечиться он неделю провел на майорке и вернулся с половым заболеванием это странно что чё ли путь и нам шлюхи не нужны половая болезнь сколько лечится две недели как задние как задняя поверхность бедра задняя половая болезнь а по лицу видно что он догадывается такой ну где-то через неделю хламидии подхожу мне кажется если в италии футболистов проверять вы видели как они выглядят они все там всегда признанные красавцы в италии если проверять на половые болезни всегда то пол состава не будет играть признанные красавцы ибрагимович ебать красавчик если у меня спросить или как звучит гомосексуализм то он звучит так признанные красавцы можете мою фотку показать это типа куртуа за генг играет 16 лет второй вратарь был кастелс и они должны были переходить в хофенхайм куда немецкую команду и оба сдавали экзамен по математике в школе куртуа экзамен завалил и клуб сказал на ход этого долбоеба по математике мы берем вот этого кастелса не смотри а смотря как он не сдал математику может он не сдал два плюс два сколько он такой здесь танго и такие так ладно в не но какая но по лицу как будто бы он так и отвечает на такие вопросы нападающий когда выходил один на один с ним начинал же он он не боялся этого что он не понимал что такой один на один перед ним будет выход один один он такой это чё брат это вообще как один 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 раз у меня есть номер одного дагестанца нормально лечит и дальше игорь да у меня вот это искуску и чё еще он знаете почему не перешел из малаги мать и стойда я угадаю так веселее будет потому что не звали да давайте я задавать вопросы потому что он слишком красив очень талантливый кстати я к я вот вот этот вот этот про футбол я знаю вот эта формация иску вот эта фотка вот сейчас он там какие-то невероятные вон и сборной испании я был тогда класс а вот манчестер и на этот почему не пришел я точно знаю дело в том что иску на тот момент я в том что иску на тот момент очень сильно страдал от игровой зависимости и много времени проводил типа в казино клубах и так далее и он когда манчестер у на этот приехал скаут смотреть его игру его не застали на игре потому что он не опоздал и как следствие выяснилось что он в этот день играл в карты охуенно сказал вообще нет вообще нет абсолютно нет и просто напиздел конечно я поверил я поверил что я даже в голове прокрутил такой бля вот почему так хуёво сейчас игра на он игровой нет на самом деле это дело было в этом самом деле манчестер и на этот решил что у него слишком большая голова а матчестер и на этот футбольный клуб как выглядит как шир блять как эти такие маленькие дверцы у них я кстати потому что не думали что так вперед будет назад ронять типа не понимаю почему у него стать реально большая башка в англии вообще любят эту хуйню какую-то сделать в манчестере именно хендерсона не взяли потому что фергюсон сказал что у него бег от колена и такой это чё за хуйня вообще такая мнение это знаешь это когда ты в натуре не хочешь брать футболиста да да реально хороший ты такой так у него левое ухо мошка там бля не для футбола вообще давайте дальше посмотрим у меня кстати потрясающая история колоров играл за латсу как мы все знаем потом за манчестер сити потрясающие провел карьеру невероятно может популярен сити играл вот но вот в чем приколы благодаря вот чисто классическая российская российскому разгильдяйству 2007 году блин я даже просто слова очень смешно говорю такие моменты думаю что козявка вот здесь так вот 2007 году он должен был играть я сам забыл историю и я помню да это просто невероятный факт что должен был играть за луч энергии во владивосток должен был человек отправиться но потом посмотрел где это располагается или блять но его я не знаю чем его туда заманили сколь там похаваем еще я не знаю реально но человек реально должен был поехать туда играть и деньги на это все выделял губернатор он не подписал какой-то документ в нужный момент его не оказалось на месте чтобы его переподписать все такое в итоге человек в россию да да мне кажется также вот в томе объясняют не появление роналду там губернатор не одобрил на самом деле подписать оставалось документе и губернатор да я чисто не подписал уху вообще другие дела были комик какой-то встроил нашей томи хочу губернатор просто не подписал да не подписал и все соответственно гра трансфер сорвался он у него половая болезнь бля и сейчас точно не выиграешь слушай после ты какие-то ну может получше факт может соберутся он не звонит рассказ давайте голосовать вы реально считаете это странным из-за большой головы да конечно ничего себе объяви номинацию объяви номинацию и так следующая номинация самый крутой болельщик я бы еще понять что такое самый крутой болельщик что в вашем понимании самый крутой вот эта красотка бразильская у которой вот тут все краска не ну самый преданный самый типа самый преданный мой бразильскую красотку покажите пожалуйста а это он чисто на бернобой уда в секторе идеала с майкой балла у него сейчас заберут ее просто долбает таких людей долбает называют но у меня это круто это реально странный рефер это может что месяц это было написано все что месси просто берется крутой болельщик это который ему леща дал то крутой может после вы имел ввиду вон тот вон тот вон тот следующий посмотрим моего крутого болельщика а вот я предлагаю обсудить барбитураты под которыми он находится и азнаю азарь и взрослый как будто на хрон это же ростой происходило он увидел просто инфраструктуру раннего а знаешь а что так его что произвел этого печени это красота русских дам принц это хлопать и кида а если вам это в лицо когда охуенно вот это все охуенно какой милый очевидно болельщик крутой одной фраза на три слова завоевал ибо сколько но не настолько крутой как у игоря не настолько крутой за коней за коней за цска а по вашему какой какой самый лучший игрок в футболе всех времен ремарку с искать команда хорош пошло дело как я люблю это видео у меня сразу вопрос то из них крутой болельщик любой вообще из них прям по питерски ремарочкой небольшая небольшую ремарочку обожаю это вежливое быдло это прекрасно еще не секунды ну он не думал драться или нет да да пошел кайф это кайф я считаю что вот все должны быть такими все такими но он точно когда подходил и говорил эту фразу в пиздюля не верил прям у него на максимальном позитиве он думал что это зенит тв снимает надо просто обязательно это сказать это точно запомнится телевидение надо как входить ремарочка там на микрофоне у журналиста написано добро тв давайте я уже уверенно давай победе пойду я не зря спросил что для вас крутой болельщик потому что для меня крутой болельщик это максимально искренний и честный и преданный фанат не только своего клуба но и своей сборной давайте посмотрим на блин да это вот это чеченская версия смурфиков блядь пацаны я в тот момент так кайфовала вы угораете надо мной если вам если вам понравилось видео голосуйте за мою номинацию блядь нельзя чтобы просто поугарали надо мной все это это когда это эрик давыдович давыдович после двух тысяч приседаний бля я косту просто важен контекст мне это больно пытался ноги у пронести в себе не это давыдович когда вышел первый сокамерник и рассказал правду это вот поз опоздал на съемку это когда закончили шутки про девяностые всем рассказал больше нет материалов монолаб про сгущенку удалили из рутуба давайте давайте голосовать за мою победу спасибо брата когда я победил нет ни хуя не победила правильно генерировать контент так ладно раз ты победил за счет моего видео то я пожалуй объявлю объявлю итоги в этот раз биллёха стоковича если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии давайте вместе создавать прикольную футбольную движуху русскоязычном интернете спасибо большое спасибо